В больнице Клявлинского района вторым компонентом вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК прививают более 50 человек. Каждый из них выдержал интервал между двумя прививками три недели. По-прежнему перед прививкой осмотр врача, заполнение документов, а после нее 30 минут под наблюдением медиков. То есть, когда человек пришел на вакцинацию, первым делом измеряется температура, сатурация, проводится анкетирование, то есть выясняется, есть ли у него хронические заболевания и так далее. И следующий этап уже осмотр врача. Противопоказанием к данной прививке, в принципе, их очень мало, являются острые заболевания инфекционные. И то можно привиться спустя 14 дней после выздоровления, не менее 14 дней. Дальше, значит, беременность, период лактации. И с осторожностью применяется у лиц, имеющих злокачественное новообразование. Чтобы вакцинировать всех желающих, в Клявлинской поликлинике работают два прививочных кабинета и выездные бригады на фельдшерско-акушерских пунктах. По последним данным, привились 1750 жителей Клявлинского района. Из них полностью завершили вакцинацию 1700 человек. Чтобы семью не заразить, у меня муж тоже привитой, дети дома, 10-15 лет первый раз, никаких температур, ничего не было. Ну, руку ломила немножко, если лежишь на этом ключе, и все. В данный момент, мне кажется, самым эффективным методом является вакцинация. Как бы вакцинация нам поможет создать собственный иммунитет и коллективный иммунитет. Записаться на прививку можно как по телефону горячей линии 122, так и на портале госуслуг. Также можно позвонить по номеру телефона поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Ольга Хомракулова, События.